Продолжение следует... 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 Через некоторое время мне вынесли материалы дела, и ознакомившись с ними, я пришел буквально в шоковое состояние. Но эта тема для отдельного видео может быть даже не для одного, потому что материалов много, и о них действительно стоит рассказать. Чего только стоят несколько объяснений Вячеслава Нестерова, которые он последовательно изменял, видимо потихоньку соображая, что нужно изменять, чтобы не попасть под состав грабежа. Но это, еще раз говорю, отдельное видео. А пока в плане анонса предлагаю вам посмотреть видеозапись, которую я получил из материалов дела, которую зачем-то представили в дело сами Нестеровы. Под Нестеровыми я имею в виду непосредственно прокурора Вячеслава Нестерова и его чудесную, замечательную, так полюбившуюся всем подругу или сожительницу, не знаю уж кто она ему, Надежду Ленгасову. Вообще, с моей точки зрения, эта запись, представленная в материалы дела самим прокурором Вячеславом Нестеровым, она больше вредит Нестерову, нежели приносит пользу. И мне кажется, что именно на основе этой записи прокурор Вячеслав Нестеров был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания за то, что он вел себя с малолетними неподобающим образом. Об этом я расскажу вам в следующем видео более подробно. Запись вся длится 12 минут, и публиковать ее без сокращений было бы издевательством над вами, уважаемые зрители. Поэтому там, где ничего не происходит, где дети просто катаются и никаких событий не происходит, мы ускорили, максимально ускорили запись. А там, где прокурор Вячеслав Нестеров предстает в своем истинном обличье, высокомерным, дерзким, наглым в отношениях с детьми малолетними, эти места мы, конечно же, оставили. Там вообще будут еще интересные моменты, вот послушайте. Сейчас сотрудники полиции приедут, все съездите туда, вы переживаете, и поснимаешь там, что ты переживаешь, тебя тоже повезут туда. В отдел, в отдел Октябрьского рода. Где? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажи, как стойки, что? Пошел на снят полный рост Возвучили За фамилию не узнаем, до где в дороге в доме О, вид за гараж Что? В гараж Конечно У меня 256 гигов, я могу их снимать в сутки Ты хоть остановлю периодически, чтобы потом В смысле? Там можно мотать Тут можно мотать и смотреть Это же почему-то проблема Сотрудникам полиции У меня тоже уже есть вопрос Это что такое? Ехать там долго Нет, я понятно сейчас Ничего не скажу В том плане, что Вот Вот вызвала я полицию Что она ко мне сейчас едет В зависимости от кого это проблема Надо проблему говорить Им жёстче не значит, чтобы они без приехали Да, это понятно Какой-то табуретки Какой-то табуретки Один На разных есть? Так, там Необязательно Наводите Приедем Гранты Калини Тут Ну что они Ух Какой-то Тебе Поехали Похали Со мною тягаться бесполезно 256 Папа заканчивается, видимо Сейчас за твоей камерой Ну да Папа будет, но приехал Чем полицию тут ждать А ему придется в полицию просто съездить забрать его Обратите внимание, уважаемые зрители Нестеров уверен в себе И уверен в том, что ребенка Придется забирать отцу в полиции Ну, как мы с вами знаем Вышло несколько иначе, мягко говоря В итоге сам Нестеров просидел В отделе полиции до глубокой ночи Меняя свои объяснения Названивая своим знакомым Понимая, что он уже попал И что если он даст неправильное объяснение То состав как минимум самоуправства А возможные грабежа Он будет образован И будет доказан Поэтому вышло несколько иначе А то ли еще будет Это я вам обещаю, уважаемые зрители Что-то было Как-то они Как-то они Вон они Наши В другую сторону Ехали только Да А вот разворачиваем Поехали туда А вот разворачиваем У меня все какие-то вопросы Просто молчат У меня все какие-то вопросы Просто молчат Когда вы и так Когда вы и так Когда вы и так Господи Вы реально не страшные Теперь я понимаю, что Господи В мозг никто не помнит Даже Черт Даже не эти Приветствую, я звонил, да Значит вот этот вот Вот с синим рюкзаком И вот С белой головой Посредине вот этого Мы Проникли на эту территорию Один залез туда Внутрь Чего-то там Шараб убил Причем Его же друзья Говорят, что там можно было сантиметров Триться с собой Где он сейчас? Я его не видел А второй Когда мы подъехали Вылезал Из забора Это Это Территория Вот она В едином комплексе Создание Сейчас Как говорил Отец мой Его в Кирове нет Он был через 2 недели Да Поэтому я не могу сейчас сказать Пропало там что-то или нет Потому что мы когда подъехали Они уже вылазили А вы же Я жив Про стройку, да? Да А Про велосипед что-то? Вот Он оставил свой велосипед Куда? Ну вот этот рыжий Который Глаза не все закрывают Ну и соответственно Оставил свой велосипед Убежал То есть никто у него его не забирал? Нет, конечно Никто не крал А нам то сказали А еще позвонил Ну это Они фантазировали Тут уже все вот Вот эта у себя бригада Фантазировала дополнительно Они звонили А я не знаю Они звонили родителям там Или бабушке своей Уже кто-то там фантазировал дополнительно Что у него Здесь запись внезапно обрывается Это не мы ее обрезали Видимо это сделал Вячеслав Нестеров Перед тем как представить запись в материалы дела Вообще конечно это очень странно Только началось самое интересное Где Нестеров начал давать объяснение Внезапно запись прекратилась Ну почему это произошло? На мой взгляд ответ очевиден Нестеров не хотел Чтобы проверяющие прокуроры знали Что он рассказывал полицейским В своих первоначальных объяснениях И вот именно эти первоначальные объяснения Нестеров и не хотел Представлять обществу Проверяющим прокурором Он хотел о них умолчать Поэтому запись здесь оборвалась Пожалуйста напишите в комментариях Ваше мнение Что вы думаете по поводу Вячеслава Нестерова Его поведение с детьми Которые раньше мы с вами не видели Если видео понравилось Не забудьте поставить лайк Для его продвижения Ну а в ближайшее время Я расскажу вам о материалах дела Там много интересного Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok